Приветики, это Хогвартс. У нас тут уже вечереет, птички летают, носик подмерзает, и мы решили делать побочные задания. Грейс Пинч Смедли, что ты нам расскажешь? Приветики, ты же это хотел? О да, хвала небесам, мое имя Грейс Пинч Смедли. И да, я из тех самых Пинч Смедли, что из Бата. Я так надеялась, что кто-нибудь сюда придет, а то я уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы себе этого не простила. Видишь ли, мне нужно достать со дна озера одну вещь. Не можешь ли ты мне с этим помочь? Конечно могу. Обожаю подводные приключения. Прекрасно, я очень надеялась на такой ответ. А что нужно отыскать-то? Много лет назад, мой дедушка, считавший себя настоящим астрономом, отправился с бабушкой со станции Хоксмит в короткое плавание, чтобы понаблюдать за звездами. Но они так и не вернулись. Мне очень жаль. Что случилось-то с ними? Никто не знает, что там произошло на самом деле. Вот только ни они, ни лодка из этого плавания так и не вернулись. Предполагаю, что что-то произошло. Мой отец так горевал, что навсегда запретил кому-либо из нашей семьи даже приближаться к этому озеру. Той ночью вместе с ними пропала ценная семейная реликвия. Так, у меня тут кошка прибежала, блин. Я все прочитал. В смысле пропустил прочтение. Так, мне надо подумать. Ваша семья что... Короче, мне надо подумать. Даже не знаю, рисковать жизнью ради ненужной, но памятной вещицы как-то странно. Понимаю. Но если вернешь меня астролябью... Что это за назов... Астролябия. Я буду вечно признательна тебе. Астролябия. Я проанализировала последнее предполагаемое местонахождение судна. Топографию озера, карты глубины и график приливов. Поэтому уверена, что она где-то здесь. В ядрах в двухстах от пристани. Мы будем счастливы, если тебе удастся вернуть нам дедушкину астролябию. Ммм... В метрах в двухстах отсюда. Давай попробуем ее отыскать. Хопа. У меня, к сожалению, нету жабролистлей, или как она там называется, правильно? Трава, которую жуешь, у тебя жабролистлей появляется, чтобы под водой плавать. И нет никаких других заклинаний вообще водных. О, там, кажется, рыба проплыла. Давай занырнем. Ты можешь нырять? Эй, ты можешь нырять? Кажется, он не умеет нырять, слушай. Прискорбно. Давай тогда мы сейчас... Подожди, вот сюда вот заплывем. Вот сюда. Что-то там даже кострище какое-то есть. И я сейчас знаю, что сделаю. Вот так вот. Редалио. Вот это что такое? А, это камушки покидать, да? Ну нет, мне сейчас не до этого. А, так у меня на карте вон отмечено, куда плыть-то нужно. Ну ладно, поплыли, чё? Давай вперед. Может мне, конечно, рановато сюда идти. Но я рискну. Я рискну. Намочу свой плащ. Наверное, семейную астролюбию Пинч Смидли потеряли где-то здесь. Вот где-то здесь. Так, а теперь ты можешь... Оп, стоп. Это что такое у нас? Искать. Занырнул, прикинь, под воду. Чё, нашёл? Серые перчатки для квиддича. Нырнул и перчатки для квиддича нашёл. О, смотри, вон там что-то ещё буликает. Бурликает, буликает. Ну-ка. А я думал, тут реально нырять надо будет. Ну, он как бы заныривает, но я думал, что мы прям под воду нырнём. Шестиугольные очки в золотой оправе. Слушай, да я настоящий дейвингист, который находит брошенные вещи. Вон там тоже вдалеке что-то бурликает. Ну. Нашли, нет? Бордовая мантия. Весь прикол, что у меня сейчас инвентарь забьётся ненужными шмотками, и вот эту вот старинную вещь я не смогу поднять. Это будет очень смешно. Ну, вроде бы в этой зоне я всё уже обыскал. О! Астролябия! Наконец-то! И рябиновый отвар ещё нашёл. Шик. Нужно сказать, Грэйс, что мне удалось найти её семейную религию. Но прежде мы вон туда вот сплаваем. Там вот что-то прям вот бурлит, бурлит так, что, маму, не горюй. А ещё вон пещера, смотри. О, там шахта. Надо сходить обязательно. Ну и что же у нас тут? Прямо издалека было видно это бурление. И я нашёл... Небесно-голубые перчатки с заклёпками. Ммм, прикольно. Теперь Грэйс, мне удалось найти твои штуки, которые ты просила. Ну надо же, тебе удалось найти Абстролюльдер. Да. Можно смотри, как сделать. Да, вот, держи. Да, но не просто так я тебе её отдам. Да, но я оставлю её себе. Давай мы попробуем с ней поторговаться. Да, но просто так не отдам. Какой я гадкий, противный пацан. Я вообще-то нырял за этой штукой. Что ж, думаю, это справедливо. За найденное сокровище полагается награда. Благодарю за возвращение нашей семьи на Ридюке. Тебе бы поискать другие места для погружения. С такими способностями можно достать из воды столько ценного. А чё она мне дала? Двадцать золотых. Это мне, знаешь, в прачечную сходить, с бельё своё постирать после вот этого погружения. О! И маску ещё какую-то коллекционную достал. Прикольно. А это что такое? Вы кто такие? Пиявочный сок. Я это возьму, потом самогон буду кнать из пиявок. Из пиявочного сока. Так. Прежде чем мы отправимся в пещеру, ну или в шахту, чё там, я не знаю. Чё там мы сейчас найдём, встретим. Давай посмотрим, что мы нашли вообще, в принципе. Ого, легендарные перчатки, ты прикинь. Легендарные. Тут двадцать восемь. А здесь у нас чё, тридцать четыре. Вау. Конечно же, вот эти перчатки оденем. Вот так вот они выглядят. Слушай, а они, кстати, причём одинаковые. Что вот эти, что вот эти. Ха. Ну и ещё вот эти перчатки мы нашли, но они плохие-плохие, совсем плохенькие. Вот эти, короче, одеваем. Дальше у нас чё, по очкам чё-то, да, мы нашли. Вот эти вот двадцать девять. Вот это да. О, вот эти уже более-менее нормальные очки. Здесь у нас мантия какая-то была под водой, валялась, да. Двадцать восемь. Нападение двадцать восемь. Вот это я понимаю. Одеваем её. Есть ещё вот эта мантия. Но это круче. Ну вот, теперь мы не на звездочёт. Возьму ещё сачка. Сачка. Ох ты. Ох. А это грибы какие-то. О, ничего себе, они острые. Сок мурлокомля. Я взял. Забавные такие штучки. Значит, о, ещё сок мурлокомля. Мурлокомля. Мурлок. Я бы сказал, это мурлок. Значит, левиаса мне нужна, скорее всего. Нет. Акцо. О, акция сработала. Давай-давай-давай-давай сюда. Я же поставил. Всё грамотно сделал. А, тут ещё, возможно... Ну хотя... А, погоди. Погоди. Там же огонь нарисован на нём. Может, нам надо вот эту штуку сделать? Ага. Ага. Я понял, как тут всё решается. Нужно здесь осмотреться. Так осмотримся, конечно. Постреляем по баночкам, скляночкам. Здесь вроде ничего скрытого нет. Но подожди, вон там сундук есть. Сундук есть. Может, тут тайные какие-то проходки ещё есть. Я же говорил тебе, что секреток сейчас тут найдём целую кучу. Вот это разбить. Вазу разбей. Вот это вот. Ничего. А что в сундуке у нас? Протейк заюзал. Облачение бродяги. Бродяга, где ты? Я надеюсь, вы помните, кто такой бродяга из Гарри Поттера. А если не помните, то я не напомню, потому что я тоже не помню. Но бродяга там был. Значит... Значит, 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 значит... Вот это вот что-то интересное. Сюда тоже куб нужно затащить, по всей видимости. Ну-ка, кубик, пошли-ка. Кстати, а ты видел? Куб здесь оказался. Его здесь не было. Его кто-то сюда перетащил. Какой-то злой эльф, который хочет надо мной посмеяться, по всей видимости. Сейчас я его закачу сюда. Мерлинова борода. И огоньком туда шлепнул. Какая интересная штука. Видимо, мне нужно как-то... А, ничего не нужно. Все, пойдем отсюда. Я вон грибы еще пособираю. А, это не грибы, кстати. Кстати, это не грибы. Лунный камень. А ты слышал, как издают звуки вот эти вот пиявки? Слушай, а что если мы попробуем вот так вот сделать? Нет, а если Левиоса? Нет, акцию? Нет, не работает на них вообще ничего. Зато они так интересно сплющиваются, когда я их подбираю. Теперь. Идем, значит, к Перу. И тут, кстати, можно по горам, кажется, карабкаться. Паркур, все дела здесь присутствуют. Хотя они в лучшей его форме. Ну, наверху есть какое-то перо. Надо туда подняться, посмотреть, что там за перо. Ты посмотри, что я тут нашел. Еще одну пещеру. И там, кажется, летучие мыши есть. Пойдем. До пера мы, походу, не дойдем. Вау, сколько здесь светлячков. Балдер. С ней можно взаимодействовать. Ух ты, что же ты приготовила мне? А, так это Мерлинного испытания. Вон оно что. Давай попробуем заюзать. А, сюда Мальву надо положить. Я вот ее кладу. Прямо как в прошлый раз, слушай. Мальву положил. И вот эту штуку мне нужно, видимо, потянуть. Подойдешь сюда? О, это будет тяжело. Это тяжелая штука, слушай. Так просто ее сюда не закинуть. А если мы Левиоса заюзаем? Отпусти. Отпусти. И забудь. Слушай, я прям таки просто так это не сделаю. Но, учитывая, что здесь нарисовано перо, нам нужен какой-то мощный Левиоса. Табленский. У меня нет такого мощного Левиоса, поэтому... Может, я ручками потолкаю, а? О, прикинь, как-то получилось. Давай, давай, давай. Пошли. Прикинь, толкается. О, поехала, 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 поехала. По чуть-чуть катится. Короче, пошло оно все в Мерлину, в бороду. Я пошел на занятия. Уже расцветает, скоро на уроки надо. Кстати, мне говорили, что 10 вечера мне нужно вернуться в школу. Ну, уже явно позже. И похоже, если я приду туда, мне сделают втык. Но я не мог тебя оставить без Мерлиного испытания. Поэтому я нашел еще одно. Сейчас посыпем сюда Малевы. И посмотрим, что тут нужно сделать. Так. Вот эти вот голов... Это же головоломка. Нужно что-то вот с этим поделать, видимо. Готово. Надо их все разбить? По всей видимости, да. Другого испытания я здесь не вижу. Так, поближе надо подойти, по всей видимости. Сейчас это сделаем. Так. Я надеюсь, что это так работает. Я все раз... Вау! Пройдено испытание, прикинь. Ну вот, хотя бы одно. С пером не получилось, с этим получилось. Чего? Златоглазки. Я получил? А нет, я ничего не получил. А я думал, получил. Есть что еще пособирать здесь? Смотри-ка, грибы. Вау! Че, в лес зря, что ли, выбрались? Грибочки возьмем. Вот это тоже можно собер... Чаша какая-то с 13 монетками. Топорик, давай, поруби. Ну, вроде бы здесь все. О, вражина есть. Тут вражина где-то ходит. Волчара. Волчара. Я могу в него кинуть вот этот камень. Ого! Испытание разблокирования. Победите дворняг. Ну, я как бы победил. Мех дворняги взял. Такой просто мимо шел, знаешь. Там еще есть дворняга. И завалил волка. О, да их там дофига. На самом-то деле. Там, кажется, бандюганы. Вот здесь, смотри. Разбили лагерь. Опс. Давай-ка присядем. Кья-кун-фу. Присядь, говорю. Да какой протейт, а присядь. Черт, подери, меня сейчас спалят. Ладно, мы, походу, приседать не можем. Тогда мы сделаем вот что. А вот так вот мы приседаем, да? Ну, ладно. Пусть будет так. 13 уровень. Ну, че, дружочек. Заюзаем нашу магию. Их там несколько штук. Так, давай-ка мы. Опа. Интересно, меня спалили? Да, меня спалили. Меня спалили? Это было удивительно, если бы меня не спалили. Ух ты, какой ты мышный. Подожди-ка. Мне нужно... Да не это вот... Я не это хотел сделать, ну ладно. Так, где моя капуста? Капусту выкидываем. Это отразили. И капусту мне помогли. Отлично. Опа. Отражение. Короче, того красного чувака лучше бояться. Опс. Это было сильно. Акцо. На него не работает акцо. Оливиоса. Нет, это тоже не работает. Капуста, помоги мне. Капуста, давай, вперед. О, бочка сработала. Все, сдох. Как быстро. Взял 10 монеток. Кого-то здесь что-то... Где это было? Он трансгрессировал, что ли, или что? Неясно. Я чувствую, что тут кто-то есть по мини-карте, но... В ларек загляну. Коллекция обновленная. Какую-то карточку нашел. Эй, Чунгачкок, вылезешь оттуда, нет? Вот ты где. Иди к папке. Ох, огнем, как я его поджег. Хорошечно. Давай ревеливаю за нем. Больше тут ничего нет. Но! Когда сюда подходишь, тут какой-то шепот есть. Это не шепот, тут курицы бегают. Но там вот что-то было. Вот прямо вот сюда, вот так вот идешь. Что это такое? Мешок с чем-то. Костюм какой-то нашел. И там есть пещера. Пойдем в пещеру зайдем. Вот там, где бандитов мы раскидали. Тут вот пещера. Прям вот можно в нее зайти. И что-то там найти. Грибы тоже заберем. Тут вроде бы все, да? Let's go. Любопытное местечко. Истебы. Истеба, это было не любопытно. Тут есть вражины какие-нибудь. Ого! Меня сейчас походу засосет. Ну давай попробуем. Нырнай. В низ. И вынырнул где-то в другом месте. Какой сундук здоровый, смотри. Вау. Что я нашел? Да ну нафиг! Ваши ячейки и снаряжение заполнить. Ладно, сейчас, подожди. Мы никуда не убежим. Я сейчас что-нибудь выкину. Вначале посмотрим, что я там нашел. Шарфик. 21 к нападению. Оденем. А есть еще круче шарфик. 26. Дальше у нас есть какой-то наряд. Мы нашли. Вот этот разблокировать на 14 уровне только получится. Слушай. Вот этот круче наряд. Возьмем его тогда. Долго думал, что уничтожить. И скорее всего вот это вот. Все. Уничтожили. Одну ячейку освободили. Сейчас посмотрим, что в этом сундуке. Малиновые перчатки. И вообще никчемные. Хуже, чем у меня есть. Что, получается здесь все? Ладно, я эти малиновые перчатки потом продам. Надеюсь, за 60 золотых отдам. Ту вещицу, которую я уничтожил, она стоила ровно 60. Волчары. Волчары. Смотри, что я сделаю. Жбах. Он взорвался, кажись. Еще один волк. Ну ты камень держи. С волками разговор быстрый. Я, конечно, зря, наверное, завязал древнюю магию. Но когда, как не сейчас? Когда, как не сейчас? Все. С лесом разобрались. Можно уже утро. То есть я не ночевал у себя в школе. Поэтому буду молиться, что мое отсутствие никто не заметил. Затпшился домой. Тут никого нету. Кажется, призрак вижу. Призрак. Черт, а что? Ох, как тут много. Узница любви. Задание обновлено. Короче, я думал, что тут все спят, как бы еще. А нифига. Уже все тут сидят. Видимо, меня ждали. Ладно. Поболтаем с Элдрич Дигари. Не вы хотели меня винить, сэр? Ходелл. Позвольте представиться. В наши дни немногие ученики знают меня. Я Элдрич Дигари. Бывший министр магии и основатель программы подготовки мракоборцев к вашим услугам. Полагаю, вы поможете раскрыть убийство десятилетней давности благодаря найденной книге, поэтому нам очень нужны пропавшие страницы. Но как вы узнали о книге и этих страницах? Портреты слышат гораздо больше, чем вы думаете, и большинство из них умеет хранить секреты. Ну что ж, скажете, настоящий пуффиндуец всегда стремится помочь восстановить долгожданную справедливость. Это, короче, задание пуффиндуеца. У каждого клана там свое какое-то задание есть, супергеройское, крутое. Ну, типа, у Слизерина там свое, у Гриффиндора свое, вот у пуффиндуеца вот такая штука. Справедливость восторжествует, убийство звучит интересно. Ммм, давай, вот это вот. Это как раз по мне, даже пуффиндуецы любят тайны. Приятно слышать, что вы готовы выполнить задание, и я верю, что вам оно тоже принесет пользу. Причем от этого задания нельзя отказаться, вот это прикол. Так, премиальница Елена расскажет вам больше, сейчас она на пенсии. И нераскрытым убийством занималась семена она. Я честно посещаю свой портрет в ее доме, в верхнем Хоксфилде. Короче, нам верхний Хоксфилд нужен. Я отправляюсь туда. Отлично. Поздравляю, что ваше трудолюбие и ее острове ум помогут раскрыть обе тайны. И даже раньше, чем вы думаете. Все, давай, до встречи. See you later. Letta. Яблочко на дорожку хорямлю. И все, побежали. Верхний Хоксфилд. Ну, приветище. О, что это там за здание такое прикольное? О, там гномы. Гномы-дровосеки. А, ну не совсем это, это гоблины. Привет, ребятки. Лови в башку. Уворот, уворот. Кажется, получилось вернуться, да? Должно же было. Давай, люби вас. И теперь вот так вот. Ух, как я его жестко подгорел. А, перезарядка. Черт. С него выпало, кстати. Стой, 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 стой. Вот это надо подобрать. Классно. Спасибо. Взял какие-то костюмчики. Разожжем огончик. А где твой друган-то скончался? Блин, у него же там тоже что-то выпало. Я хотел подобрать. Ну, вот. Ничего себе, какая машина мощная-то. Гляди, они тут, походу, метро роли. Роли. Рыли. Сюда пройти можно? Там есть ящик, но нет. Туда не пройти. Тут вроде больше ничего нету. Скукотень. Порать может, что? У-у-у. Ели они, конечно, шикарную пищу. Ладно. Верхний хоксмит, да, значит. А подожди. Вот тут давай еще спустимся. Ну, там сундук есть. А это что такое? А это? А это что такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че я сделал? Кажется, там есть что-то, что манит меня туда. По лесенке давай попробуем подняться. А где же моя метла? Метла бы мне сейчас пригодилась. На самом деле, просто взлететь и залететь куда надо. Веревка нам не поможет. Вот это может сжечь. Точно. Это все сжигается. Ну, шикарно. И вот это все забирается, да? Ну, подобрал и все на этом. Типа. Там внизу вон еще есть. Вниз нужно теперь как-то. Ну, давай вот это вот сломаем. Вот это же можно сломать? Ага. Есть что-то наверху. Смотри, вон там еще тоже. Нифига себе тут этих частей. Это древняя магия. Которую мне нужно собрать. Вон там еще тоже можно, смотри. Вот это вот отстегнуть. Че-то она там сломает нам. Давай, прыгай. Хопа. Есть. Вот это мы забираем. Что-что-что-что-что произойдет? И все? И все? Ну вот. Открываем сундук. И там хотя бы перчатки нормальные. С орнаментом. Давай посмотрим. Короче, нормальные перчатки. Я тебе хочу сказать. 37. Вау. Одеваем. И выглядит зачетно. Ну, хотя так себе. Ну, выбираемся тогда оттуда. И идем. Верхний Хоксмит. Виу. Красота-то какая. О. Тут у нас, смотри, коровки есть. Коровки, привет. Хотите? Ничего себе, она только что увеличилась. Ого. Классная лавка. Вот это ларек. Сейчас зайдем туда. Коровки, хотите полетать, а? Я же знаю, что вы любите летать. Еее. Они, кстати, на Буйвола похожи, если честно. Эти коровки. Актио. А кверх тормашками сможешь? Кверх тормашками давай. Виу. Блин, кверх тормашками нельзя получить. Ну, короче, прикольно. Летающие коровы, это круто. Здорово. Здорово. Чем торгуешь? Леопольд Бабкок. Короче, он продает нам здесь в основном травы. Можно купить у него мандрагоры. Но я уже купил у него китайскую жужжащую капусту. Две штуки. И они каждая штучка стоят 300 монет. Это грабеж. Но эти капусты мне пригодятся. 100%. Они очень классно отвлекают других вражин. Ну, занимают их. Пока я сражаюсь с кем-то другим. Ну, а я продолжаю идти в верхний хоксмит. О, авто. Блин, я на самом деле, когда научился левиосу, я все. Я понял, что все у меня будут летать. Это так круто. Ну, кто не успел убежать, конечно, не полетает. Потому что они вредены. Ого. А, так я ж тут был. Да, точно, я чуть-чуть проходил. Я думаю, что это... Или нет, или здесь... Нет, это уже другое место. Ребята. Получай. И ты тоже получай. Сдох? Нет, он не сдох. Левиоса. Кто-то в меня стрельнул. На тебе огоньку. Ого-го. О, нифига себе, с него вылез чертяка какой. Левиоса. Иди ко мне. Вот так вот его огнем. Неплохо. Мешочек выпал. Рябиновый отвар взял. Ну, вот мы его заюзаем тогда. Мощный такой гоблин. Да, из него как будто демон вылез. Они тоже волшебники, потому что, видишь, керки зачаровали, чтобы они копали вместо них. Ленивые гоблины. О, паучки. Пауки. Иди ко мне один. Ко мне один. Ко мне. Они же боятся огня, поэтому... Опа, отразил. Черт. Древнюю магию заюзаем. И тебе тоже древнюю. Я как раз подзарядился. Все. Членистоногих я истребил. Фу, какой же ты гадкий паучок. Стой. Ну, блин. Я их так истребил, что я с них даже лапки или что-нибудь такое не смогу подобрать. Это минус. Столько всякого интересного, пока дойдешь до верхнего хоксмеда. Прям капец. На самом деле странно, что гоблины вот здесь вот прямо тут копают. Видимо, они никого не трогают, кроме меня. Это гоблины Ранрока же. Правильно? Видите, тут тропа какая-то проходит. Очень много волшебников ходит. Тут как бы и гоблины враждебные. Короче, все непонятно. Соберу лекарства. Сделаю потом из этого рябинового отвара. Все будет шик. Вот он, верхний хоксмед. Всего 2-3 домика тут стоит. А какие-то отщипенцы, видимо, живут в основном тут. Здравствуйте. Работяги. Обычные работяги. Вон там вот что-то, смотри, светится. А, телепорт. Должна быть именно в этом месте. Есть та картина, с которой мне нужно поболтать. Шейн Бардов думал, что магия была виновата. Тут, короче, очень много всего. Тут нужно кому-то помочь. Есть побочные задания. Но мы идем вначале с картиной поболтать. А потом побочки будем делать. Где тут вход? Вход? Вот он. Здрасте. О, а вот и вы. Рад, что вы меня послушали. А, так вон он пришел. Он сюда вернулся. Да, к своей сестре Елене. Добби, это ты? Нет, это не Добби. Подожди, а я могу на него заюзать? Не, на него это никак не заюзать. Здесь есть письмо от Эдди Чертсплохо. Почему Чертоплохо не написать? Именно Чертсплохо. Давай посчитаем. Сестрица, ты уже давненько нам не писала. Как дела в министерстве? Мы не перестаем думать о тебе и надеемся, что у тебя все хорошо. Думаю, ты обрадуешься, узнав, что мы примирились с твоим решением стать мракоборцем. Даже несмотря на опасность этой профессии, у тебя своя жизнь и свой путь. Ты стоишь на страже мира волшебников, и я горжусь тем, что ты моя сестра. Вот тебе знатная новость. В железнодорожном туннеле неподалеку от города поселился тролль. Бедолага скоро на себе узнает, как быстро ездят поезда. С нетерпением жду ответа. Эдди Чертсплох. Ого. Где-то неподалеку есть огроменный тролль. Надо бы как бы... О, яблоки. Конечно же пожрем. Парочку уронил. Рука жопа ее. Ладно, давай мы с ней наконец-то поболтаем. Может она вам что-нибудь дельное расскажет. Я тут вроде бы все обшарил. Привет, Еленка. Мадам Чертсплохо. Портрет вашего и двоих родных деда висит в моей гостиной. Он послал меня поговорить с вами. Рада, что вы пришли. Дядя Элдридж полагает, что найденная вами книга и отсутствующие в ней страницы помогут раскрыть дело, которое я расследовала, будучи мракобарцем. Хорошо, я слушаю. Несколько десятилетий назад пропал ученик по имени Ричард Галкрат. Он собирался встретиться с девушкой, которую звали Анна. Его тело так и не нашли. Когда в Хогсмедине надолго объявился его безголовый призрак, не знавший ничего об обстоятельствах собственной смерти Анну, обвинили в его убийстве и отправили в Аскабан. Обвинение было выстроено в основном на показаниях девушки по имени Блэк. Должно быть, она завидовала Анне. Звучит ужасно, но я не представляю, как могу помочь вам. Алиби Анны было несколько запутанным. Она говорила, что Галлокарт обещал устроить ей приключения. Ей надлежало идти по карте, которую он обнаружил где-то там. А вы полагаете, что Пивс вырвал эти страницы? Да, если верить моему двоюродному деду, во всяком случае так считает портреты в Хогсмеде. А, в Хогвартсе. Анна уверяла, что Галлокарт попросил ее идти с ним по карте, но прежде предложил отгадать подготовленные им загадки. Чудной способ покорить девушку. Она клянется, что не решила даже первой загадки, так что они не виделись. А призрак Галлкрада пропал сразу же, как появился. Поскольку загадок Галлкрада, его останков и страниц из книги так и не нашли, Анну отправили в Аскабан исключительно на основании ложного свидетельства. Не понимаю, чем я все же могу помочь вам. Может быть, Анна уже решила первую загадку, но после стольких лет в Аскабане от нее прежней осталась лишь тень. Она говорит только с теми, кому доверяет, но не доверяет никому. Если бы вы, ученик, столь же заинтересованы в тех страницах, что и Галлкрад, поговорили с Анной, она могла бы рассказать вам что-то новое. Я отправлюсь с вами в Аскабан, если это поможет. Я не хочу в Аскабан. Я на все пойду, чтобы увидеть Аскабан. Короче, вот этот третий вариант. Мне всегда хотелось побывать в Аскабане. Я пойду с вами. Да, как ни странно, некоторые находят в этом жутком месте нечто привлекательное. По счастью, кое-какие привилегии мне все еще доступны. Мы можем трансгрессировать прямиком к ней. О, круто. Я не раз сопровождала в это проклятое место и министерство, и преподаватели, и многих других. Учеников, правда, не доводилось. Ну что ж, что-то бывает в первый раз. Ну че, стоим-то погнали по коням. Держитесь, мы трансгрессируем вместе. Не беспокойтесь, я еще ни разу никого не расщепила. Берегите себя и будьте осторожны в этом ужасном месте. Через мгновение будем на месте. О, мы в Аскабане. Самая могущественная тюрьма. Ну, не могущественная. Но здесь сидят все волшебные преступники. Они сейчас засосут нашу душу. А, ну вот. Экспекта по тронам она заюзала все-таки. Это должно их отогнать. Но предупреждаю, на вас может накатить чудовищное отчаяние. Это пройдет. Спасибо, что предупредили. Это мрачное место, но мы здесь не задержимся. Следуйте за мной. Что ж, не расслабляйте булки. Мне и в голову не приходило, что однажды я увижу Аскабан. Дементры. Отвратительное чудовище. Даже я не смогла убедить министерство от них избавиться. Не вижу никакого смысла в них. А, возможно, там что-то другое она сказала, но я не успел прочитать. Короче, что будет в Аскабане, ты увидишь в следующем ролике. Поэтому, если ты хочешь этого, то не забудь поставить лайк и подписаться. Ну, а мы с тобой, собственно, увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Ух уж эти дементры. Надо бы обучиться патрону. До встречи. До встречи.